и вот эти тени стоили две с чем-то тысячи рублей от блеска шарлотты тилбери за что мы платим деньги всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня мы вместе с вами будем пробовать новинки от шарлотты тилбери и не только новинки главный гвоздь программы это конечно же однушки от шарлотты тилбери у меня здесь две однушки в оттенке pillow talk и волку в ноу шейм обе мы с вами попробуем также у меня здесь блеск в оттенке волку в ноу шейм тушь pillow talk lashes вот такой вот замечательный красивый хайлайтер и также два не столь новых средства а именно бронзер в оттенке medium я по-моему про него на канале очень мало говорила и вот такие вот кремовые румяна которые можно использовать и для губ и для щек в оттенке color of dreams и называется это средство pillow talk lip and cheek glow это не первое впечатление скажу сразу всем этим я уже пользуюсь примерно две-три недели в зависимости от средства так что сегодня мы будем это все наносить на меня и по ходу дела я вам расскажу стоят ли эти продукты вашего внимания или нет так что если это видео вам интересно то продолжайте смотреть а мы поехали итак давайте начнем пожалуй со средств для лица и потом мы перейдем к средствам для глаз вообще была очень интересная история того как я все это покупала потому что заказывая все это на официальном сайте мне заказ пришел спустя полтора-два месяца после того как я его оформила после топки очень долго собачилась шарлоттой тилбери я им писала я им звонила они упорно не хотели искать мой заказ они даже не шевелились в сторону того чтобы поискать мой заказ в общем очень была длинная история если вам будет интересно то я могу снять об этом отдельное видео вы знаете что нужно сделать а сейчас давайте начнем со средств для лица и потом как я уже сказала перейдем к глазам для начала давайте нанесем бронзер потому что его сейчас конечно же на лице у меня не хватает это называется airbrush bronzer в оттенке 2 medium здесь огромная лохань этого самого бронзера и я его быстренько покажу потому что на самом деле уже каждый блогер успел его показать но все равно насколько я вижу по блогерам нету одного определенного мнения относительно этого средства нельзя сказать что этот бронзер хорошо растушевывается нельзя сказать что он красиво выглядит он знаете он какой-то никакой ты наносишь и у тебя нет желания нанести его еще раз но при этом ты не можешь сказать ничего про него плохого замечательно объяснила да но вот как то так он выглядит как видите действительно бронзер есть есть оттеночек причем достаточно заметный но при этом нельзя сказать что это натуральная бронза натуральный загар или что это натуральная тень дайте я бы даже сказала то что на камере это смотрится лучше чем в жизни обычно в жизни все очень сильно зависит от того какую кисть ты возьмешь и как ляжет свет но откровенно говоря когда ты покупаешь столь дорогое средство не очень хочется зависеть от кисти и от света хочется чтобы средство работало всегда абсолютно всегда здесь такого нет и вот можете посмотреть на другой стороне этого бронзера нет конечно же есть небольшой такой лифтинг эффект вот такой вот конечный результат у меня в итоге выходит с нанесением на обе стороны лица бронзер хорошо растушевывается в этом плане к нему не подкопаешься но как я уже сказала он и не вызывает такого эффекта что взять еще раз потянуться к этому бронзеру и еще раз его нанести теперь давайте попробуем на вот эти вот кремовые румяна которые называются lip and cheek glow конечно же здесь тоже в названии присутствует пилу толк который вообще никаким образом сюда на самом деле не относится и оттенок у меня color of dreams эта вещь не продается на культ бьюти почему-то я заказывала это с официального сайта стоило но непомерно дорого но эффект мне понравился я обычно наношу это кремовое средство вот такой вот кистью до фиброй у меня это никс стараемся не произносить это слово из трех букв у нас на канале потому что я не люблю этот бренд я не люблю то что он делает но кисть хорошая и она делает свое дело я набираю вот так вот это средство именно потому она у меня выглядит таким запачканным и стрём неким потому что я так его набираю немного стряхиваю а руку излишки и потом начинаю проходиться вот так вот по щекам по щечкам наношу конечно же на щечки причем наношу активно наношу даже немножечко на носик ну вот посмотрите буквально с одного применения уже видно то что здесь что-то нанесено очень красивый розовый нежный румянец у средства кстати еще очень приятный сладкий запах и им действительно приятно пользоваться его действительно видно на щеках она со временем начинает чуть больше исчезать поэтому я предпочитаю все-таки сверху зафиксировать эти кремовые румяна поверх какими-либо сухими так эффект получается более стойкий но и вот таким вот образом тоже выходит очень красиво главный плюс этого средства заключается в том что при нанесении вот такой вот до фиброй она очень легко тушуется она нигде не залипает нигде не образуется пятна которые портили бы макияж просто все хорошо быстро плавненько тушуется нигде не залипает тон это средство не разъедает тоже я уже пробовала с разными тональными основами и эффект мне очень очень нравится эффект красивый давайте нанесем это средство на губы в качестве средства для губ а но мне к слову не понравилось вообще вот как то так она выходит честно говоря оттенок на губах какой-то никакой он не смотрится розовым не смотрится темным он больше похож немножечко даже на оттенок пилотолк не непосредственно в качестве помады но эта вещь быстро съедается с губ быстро исчезает при нанесении пальцем как видите получается очень неаккуратный некрасивый эффект для меня это средство это исключительно кремовые румяна как кремовые румяна это средство потрясающее но совсем не обязательно покупать шарлотту тилбери точь-в-точь такие же по крайней мере по своему действию можно купить румяна от шик вот такие вот у меня есть румяна это оттенок 04 они немножечко другие по оттенку но эффект дают точь-в-точь такой же они тоже легко тушуются легко наносится они возможно чуть менее стойкие но все же вот такая однушечка стоит по моему 2000 я сейчас подпишу здесь внизу от шик стоит около тысячи иными словами большая большая экономия не говоря уже о том что шик можно купить золотом яблоке можно купить на вайлдборис а вот это кремовое средство можно купить только на официальном сайте следующее средство давайте попробуем это вот такой вот хайлайтер это называется magic star хайлайтер очень красиво он золотого оттенка красиво выглядит в рефиле не пишите мне пожалуйста пока ничего про упаковки про упаковки я скажу в конце этого видео хайлайтер выглядит красиво но когда я его просвотчила он выглядел уж очень очень золотым вот он и я сначала испугалась и подумала блин юля о чем ты думала вообще при покупке этого хайлайтера потому что очевидно что такой хайлайтер подойдет далеко не каждой девушке и далеко не под каждый макияж вот посмотрите он выглядит очень странно на моей коже и как будто бы болезненно при том что на самом деле хайлайтер то не неплохой он он подчеркивает текстуру кожи немного не сильно у меня кожа очень текстурная силу того что кожа у меня проблемная и есть небольшое подчеркивание текстуры но при этом хорошо то что данный хайлайтер лежит не поверх кожи не как пудра а он именно сливается с кожей и идет эффект сияние как будто бы кожа изнутри и если бы здесь был не такой золотой оттенок а какой-то более человеческий более подходящий большинству девушек я думаю что этот хайлайтер я бы даже похвалила теперь давайте наконец-то переходить глазам и мы с вами попробуем две однушки теней это пилу толк оттенок и волку в ноу шейм оттенок волку в ноу шейм продается практически везде пилу толк лично я видела только на официальном сайте возможно он есть где-то еще но по какой-то абсолютно неведомой причине оттенок пилу толк на культ бьюти не попал у оба этих оттенка невероятно похожи друг на друга покупать две штуки точно нет абсолютно никакой необходимости я сейчас пущу сводчи по экрану и вы увидите то что они практически одинаковые они на полупрозрачной базе но при этом волку в ноу шейм более рыженький пилу толк более розовый также хочу заметить сразу про эти оттенки то что их не нужно наносить на пустое веко якобы делая этим практически весь макияж если вы сделаете стандартную схему большинства теней то есть нанесете какие-то тени складочку затемните внешний уколок и потом будете наносить эту однушку то поверьте мне смотреться будет плохо потому что здесь база полупрозрачная здесь очень большие блесточки которые я просто не перевариваю на кой черт было делать такие огромные блестки и вот вы наносите один слой он полупрозрачненький не симпатичненький неинтересный наносите второй наносите третий и все равно смотрится страшно поэтому эти тени лично я рассматриваю только как топпер поверх какого-то другого оттенка лично я в последнее время предпочитаю брать какую-либо палетку например вот такую эвелин чарминг мока делать макияж наносить на все веко какой-нибудь интересный розовый оттенок например здесь это оттенок макиято или же можно взять например палетку от наташи деноны бронз там тоже есть розовый красивый оттенок наносить его на все веко и для большего сияния сверху добавлять вот эту однушечку от шарлотты тогда смотрится более-менее ничего давайте с вами попробуем сделать именно такую схему как я сейчас описала я нанесу макияж палеткой everend сделаю это за кадром потому что мы не и обозреваем сегодня у меня был отдельный обзор на эту палетку оставлю здесь ссылочку и вернусь к вам буквально спустя минуту и так я вернулась к вам уже с макияжем глаз и давайте теперь пробовать однушечки на один глаз мы нанесем однушку пилу толк на другой глаз волку в но ушей давайте для начала возьмем вот такую вот однушечку пилу толк не эти однушечки очень хреново набираются я влезаю сюда пальцем я влезла сюда уже ногтями вот посмотрите набирать это дело кистью бесполезно потому что кистью ничего не переносится набирать это дело пальцами тоже очень удобно особенно если у вас есть хоть какие-то ногти а если они у вас длинные то это будет вообще огромный квест попробуй набери чертовой тени ну вот буквально с одного слоя по сравнению с другим глазом видно то что появилось чуть больше сияния ну и в общем то все весь эффект от теней да да это все давайте я не буду это комментировать я думаю вы сами видите сейчас по эффекту то что это далеко не так круто как было в рекламной компании шарлотта тилбери если вы видели вот эти вот красивые видео где она берет наносит тени на пальцы потом вот так вот размазывает по глазам у модели получается бах бах везде сени сверкают сияют как будто бы росы бриллиантов у модели на глазах и посмотрите вот на это ну не похоже ну совсем не похоже и теперь давайте наносить волку в ноу шейм вот он на втором пальце как вы видите на пальцах сейчас нету абсолютно никакой разницы но оттенок этот более рыженький с первого раза не нанеслось ничего снова ничего ну и вот это результат в три нанесения оттенка волку в ноу шейм по моему не видно толком ничего и вот эти тени стоили две с чем-то тысячи рублей мозг взрывается я приблизила камеру чуть ближе чтобы вы могли оценить вот это вот оттенок пилотолк и на втором глазу полка в ноу шейм теперь давайте с вами попробуем вот такую тушу шарлотта тилбери я уже ее несколько раз показывала у нее очень интересная щеточка и давайте посмотрим на ее эффект вот такой вот эффект вышел в целом неплохо эффект получается достаточно повседневный это не супер драматичный эффект это не эффект для видеосъемки или же для журнальной съемки это не эффект для яркого потрясающего макияжа это просто ресницы на обычный рабочий день при этом тушь порой склеивает ресницы при этом она порой пачкает века и честно говоря тушь от стеллари в черном футляре все-таки дает лучший эффект чем шарлотта тилбери за кадром я донесла тушь на второй глаз и также я добавила оттенок пилотолк на второй глаз чтобы макияж смотрелся хоть чуть-чуть гармоничнее и последнее что нам осталось попробовать это блеск я видела у алены ратнер блеск в оттенке пилотолк у меня волков ноу шейм и она от него прямо таки в восторге но я честно говоря пока что не понимаю восторгов возможно просто в другом оттенке блеск ведет себя по другому но пока что оттенок волков ноу шейм в этом блеске абсолютно ничего этот блеск по идее тоже должен быть с оттенком помимо того здесь должны быть сияющие частички и это должно выглядеть просто очень красиво глянцево трендово и молодежно по факту же выглядит симпатично но съедается этот блеск невероятно быстро давайте я вам покажу вот он этот самый блеск и ничего особенного вообще ничего да в зеркале я вижу небольшое сияние но этим все ограничивается честно говоря можно взять точно такой же блеск у любого бюджетного бренда и получить точь-в-точь такой же результат не говоря уже о том что как я сказала очень быстро этот блеск съедаете буквально через пару часов его уже нет на губах и больше того губы подсушенные губы без оттенка и все весь эффект от блеска шарлотты тилбери за что мы платим деньги непонятно абсолютно ни за что так что блеск я вам тоже не советую он не содержит никаких ухаживающих компонентов он абсолютно не увлажняет не питает губы он не делает ничего красивого и быстро исчезает вообще должна заметить то что всей этой косметикой я по большей части разочарована единственное что мне реально нравится это вот это вот кремовое средство для губ и для щек для губ как я уже сказала она мне не подходит от слова совсем но на щеках смотрится действительно красиво и рука тянется рука тянется и хочется это средство использовать напоминаю у меня здесь color of dreams но у этого средства есть большой недостаток и это его упаковка упаковка из очень дешевого жесткого пластика и каждый раз когда ты пытаешься открыть эту упаковочку тебе нужно ломать ногти потому что она плохо открывается плохо подцепляется ногтями и каждый раз это просто квест испортишь ты себе маникюр или не испортишь это относится не только к вот этой вот однушечке это также относится к хайлайтеру с хайлайтером тоже постоянные проблемы это также относится то вообще ко всему шарлотты тилбрии и упаковки это какой-то кошмар если уж упомянула хайлайтер давайте про него тоже еще раз расскажу красивый золотой оттенок который не подходит очень очень многим который смотрится достаточно странно и если бы это был оттенок более разбеленный если бы это был больше оттенок шампанского нежели вот такой вот ярко-желтый было бы гораздо гораздо лучше у того же моего любимого хайлайтер мэри лу от the balm тоже золотистый оттенок но при этом это именно оттенок шампанского он более светлый он не такой желтый и он смотрится великолепно практически на всех на ком я видел этот хайлайтер в то время как шарлотта подойдет далеко далеко не всем но из плюсов он хорошо смотрится на коже он не лежит поверх кожи так что если вдруг вам такие оттенки подходят то быть может данный хайлайтер вам и понравится бронзер бронзер но бронзер это боль здесь такой огромный бронзер здесь столько средства здесь столько продукта и при этом к нему совершенно не тянется рука он не делает ничего особенного до оттенок medium красивый оттенок он симпатично ложится у вас на щечки он передает бронзовость но при этом муж очень он капризный он хорошо тушуется но при этом если ты возьмешь другую кисть то его может быть вообще не видно на лице и как бы ну не знаю честно говоря ну такое у физичность формула бронзер гораздо лучше benefit вот такой вот бронзер хула тоже гораздо лучше и стоит эти средства гораздо дешевле тушь тушь мне в целом понравилось ее можно использовать но честно говоря она не стоит своих денег если бы она стоила как туши от vivienne sabo то было бы да 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 можно брать можно пробовать но с ценой шарлотта тилбери это тушь все-таки на мой взгляд не проходит тот порог после которого я могу вам вообще рекомендовать средства про блеск я вам уже все рассказала он не очень симпатичный он быстро съедается в нем нет никаких ужах ухаживающих компонентов он не увлажняет не питает быстро съедается и выглядит дешево откровенно говоря дешево и однушки многострадальные однушки у которых невероятно красивая упаковка но при этом чувствуется что она дешевая что это все таки дешевый пластика не стекло в то время как у например виктории бэхом ты берешь в руки эти однушки ты понимаешь за что ты платишь но здесь здесь вид красивый но когда ты держишь в руках эту однушку ты понимаешь что что где-то есть обман где-то тебя накалывают и и средства средства внутри тоже вообще не лакшери я абсолютно не советую вам эти однушки не смотрите на красивую рекламную кампанию на все то что показывает там шарлотта на самом деле эти однушки полупрозрачные тут большие большие блестки как самостоятельное средство эти однушки не годятся поверх чего-либо другого эти однушки тоже иногда смотрятся нормально иногда не очень иными словами это не 2000 рублей отнюдь не 2000 за 200 рублей это можно купить но за 2000 абсолютно абсолютно нет формула кстати чем-то похоже на hourglass но hourglass при этом хочу заметить здесь три с половиной грамма продукта а у шарлотты 3 грамма продукта при этом hourglass они чуть более кремовые и там мими это мими и там блестки гораздо меньше по своему размеру здесь же блестки достаточно крупная и полупрозрачная база в результате чего это все смотрится как-то не очень если вы не фанат люкса если вы не фанат люксовых ярких пигментированных хороших теней таких как наташа динола таких как анастасия беверли-хиллс если вы любите что-то более полупрозрачное быть может вам еще эти однушки понравится но если вы избалованы хорошими тенями то эти однушки станут для вас огромным разочарованием ну что же а это был весь мой обзор шарлотты тилбри очень надеюсь что он был для вас полезен я бы если посмотрел этот обзор я бы потом не купила наверное практически ничего из вышесказанного кроме пожалуй вот этих вот румян но как я уже сказала румяна от шик могут вам сделать все то же самое и при этом их не нужно заказывать из британии с их ужасным ужасным сервисом который просто поливать хотел на тебя а на этом все большое спасибо всем кто досмотрел это видео до конца если оно вам понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал и всем пока пока